Всем привет, ребята! Меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Dark Souls за мага. В общем-то, вышел новый DS-FIX, но, должен признать, что ситуация не сильно изменилась в плане количества FPS. Я попробовал все, что вы писали, поставил DS-FIX, все разблокировал количество кадров в секунду. Стало лучше, немножечко, подскочило на несколько кадров, но, опять же, до 60 не доходит. Я не знаю, в чем проблема, я отключал уже даже оверлей стима, как вы мне советовали, потому что некоторым это помогает. Но, в итоге, количество кадров в секунду лично у меня не выросло. Я не знаю, в чем эта проблема, возможно, это проблема именно самой стимовской версии, потому что, на самом деле, сейчас она находится все еще на стадии беты, и финальный релиз именно стим-версии Dark Souls 1 на февраль намечен. Поэтому, как бы, возможно, эта проблема именно беты, ребята. Может быть, они это все исправят, потому что, ну, как бы, DS-FIX толком... Он работает, но работает не у всех. У меня, конкретно, он не работает. Что, что мы делаем? Я еще, давайте, проясню одну вещь, потому что некоторые люди не понимают сути все-таки прохождения, и начинают мне советовать, ты прокачивай здоровье, ты прокачивай, там, дексу и так далее. Ребят, я изначально не планировал делать это прохождение простым. Я хочу, чтобы был челлендж. И я начал не просто так прокачивать только магические навыки своего персонажа, чтобы возникли кое-какие трудности. То есть, я решил сделать чисто магический билд без каких-либо примесей, то есть, без всяких, там, дексы, без силы, без стамины, без здоровья. Вот именно, конкретно, сильный маг, который, как вы знаете, во многих ролевых играх, у мага какая слабость. То, что вот, как бы, у него атаки сильные, да, то есть, магические, но при всем при этом здоровья у него мало. В то время, как, допустим, у танка, он сильно защищен, да, но он, как бы, именно в плане атак, то есть, он, во-первых, может атаковать только сблизи, да, он может наносить, ну, хороший урон, но, опять же, магические атаки всегда были сильнее. И это компенсировалось тем, что маги сами по себе слабенькие. Вы поняли суть, да, то есть, именно вот за счет этого я и, опираясь вот на это, я и создал такой билд. То есть, просто, короче, обычный маг, который использует только свои магические способности без стамины, без дексы и без всего остального. Надеюсь, вы эту суть уловили, да, и больше вопросов не возникнет. Здоровье и стамину повышать не буду даже за счет колец. Сейчас кольцо я там возьму, одно, которое увеличит магические атаки, но больше нет, ничего. Итак, теперь еще один момент я проясню, связанный с этим боссом. Мне говорят, что ты паришься, ты возьми, короче, ну, сделай так, чтобы его заглючило, подойди, недалеко не отходи от призрачной стены, подожди, пока он сам подойдет, и он там застрянет. Ребята, я этот способ знаю, он был известен 30 лет назад, но я этого делать не буду по причине того, что это слишком просто. Я хочу побеждать боссов честно, и я это все буду делать и дальше, потому что, извините меня, если я буду каждого сейчас на гличе ловить, то это будет скучно. Босс, он на то и босс, что он должен какие-то трудности вызывать, да, то есть это какое-то препятствие, которое я должен преодолеть. Я привык этого босса убивать одним способом. Я привык убивать его именно воином, и я знаю, как это делается. А магам я не имею ни малейшего понятия, как его убивать, и для меня это челлендж. То есть я должен найти новый способ его убийства для себя лично. Может быть, вы знаете, как тут можно убить его магом, но я лично не знаю. И поэтому я ищу новый способ, как его можно замочить, не используя кличи. То есть все, я надеюсь, все я прояснил, больше я распинаться по этому поводу не буду. И прямо сейчас мы отправляемся прямиком в логово этой мрази. Я не знаю, я просрал все свои души, полученные за квилаг, и у меня это немного печалит. Да, ребят, все-таки вы знаете. Вот сейчас я отошел, и количество кадров выросло. Сейчас да, даже со включенным фрапсом, который грузит процессор, у меня выдает это 29-30. С учетом того, что в прошлой серии у меня выдавало на этих моментах 19-22. Иногда 25, иногда 30. То есть сейчас как-то более стабильно все это, но опять же не очень супер. Что ж, теперь что мы делаем? Смотрите, это тварь. Вот что мне не нравится в этом боссе, так это то, что он, короче, долбит именно. Все, вообще без вариантов. И мне вот просто интересно, как я должен его убить. Я понимаю, что он у меня в первую очередь ваншотит из-за того, что, как бы, я не прокачиваю здоровье. Но с другой-то стороны, ребят, как его убить-то? То есть я даже не могу к нему подойти, чтобы, ну, стрельнуть в него магией. Давайте будем откровенно честными. И, короче, я что-то даже немножечко, на самом деле, для меня это что-то такое невероятное. Я привык, что этот босс убивается очень легко воинам, да? То есть я вижу, как бы, вроде как бы, многие боссы, которые мне казались тяжелыми, когда я играл за воина, магом, они убиваются элементарно. В то время, как боссы легкие, которые были для воина, они теперь тяжелые для мага. И, короче, у меня тут немного какое-то странное ощущение, я должен признаться. И как это все делать, я даже не знаю, на самом деле. Ну и бипец, смотрите, в чем прикол. Проблема еще в том, что босс недоработан. Потому что он меня долбит сквозь локацию. Опять же, то есть сами разработчики признавали, что вот эти вот локации лост и залит, вот эти вот подобные, они недоработаны. И это вот сейчас, ребята, все видно. То есть вы видите, что происходит. Тут как бы не нужно иметь, не знаю, 7-5 его лбу, чтобы понимать, что босс недоработан. Он убивает сквозь локацию. И это как бы нехорошо. Это говорит о том, что все-таки вот на этом моменте заметно, что игра все-таки недоработана. К сожалению, я даже не знаю, что с этим делать, как это пройти. Но я буду пытаться, я буду пытаться, посмотрим, что у нас получится. Как же мне тебя так, сука, убить? Давай, маразота. И все равно, да? Хотя, с другой стороны, если бы я отскочил чуть-чуть левее, то, возможно, у меня бы что-нибудь да получилось. Да уж, это что-то невероятное. Я не мог даже представить, что будет все настолько сложно. Я впервые, когда его проходил, я убил этого босса с первого раза. Особо не парясь. Да уж, ребят, конечно, это слаз. Еще в этом постатом, что-то я немножечко давно уже не садился. 34 интеллект, вера, ловкость не прокачиваю, ученость. Я какого уровня? 35-го. Ага. Поехали. Так, ребят, еще хочу немножечко анонсировать официально на канале, чтобы... Ну, все слышали, чтобы, может быть, больше народу пришло на Twitch. Воскресенье, следите за Google+, в воскресенье будет стрим. Мы там проходим Dark Souls 2 до максимально возможного уровня 838-го. Так вот, в воскресенье, воскресный стрим будет посвящен конкретно PvP. Будем тем же самым персонажем, PvP-шиться, ну, скажем так, с людьми. Потому что там, на самом деле, такой пипец происходит именно в PvP. Там все лечатся, все это самое. Причем люди конкретно, понимаете, я понимаю... Я понимаю, что... Как вам сказать, есть. Опа-на. Да быстрее ты доставай, придурок. Не долетает, ребята. И опять он меня сквозь... А, подожди. Так, хорошо. У меня есть еще одна идейка. Я уже примерно представляю, как это можно сделать. Так вот, мы, короче, будем PvP-шиться. Вот недавно у нас был стрим, где я, на самом деле, немножечко охренел. Да, есть ребята, которые честно побеждали, у меня к ним претензий нет. Но я, собственно, немножко в последнее время, на самом деле, сдулся. Потому что я, ну, долго не, скажем так, практиковался в PvP. Да, но дело-то в том, что там народ просто за счет чего побеждает. Они просто тупо лечатся. И это меня так... Там меня так бомбило. Вот в последнем стриме, можете зайти на канал. Там десятая часть стрима. В конце вот там меня бомбило жутко, на самом деле. Я там даже встрял за чувака. Уже там была, ну, скажем, PvP-шечка, да, случилась. Так вот, все вроде как честно. Я стоял, ждал, пока думаю, ну, пускай, значит, если победить хозяин, начнем с хозяином драться. То есть все по-честному. Но потом я вижу, что хозяин начинает лечиться. И офигеваю, собственно, встреваю. Вот, я офигеваю. И начинаю помогать вторженцу. Конечно же, он нам по щам надавал двоим. По одной простой причине. Потому что он тупо лечился. Он отбегал в угол. Выпивал кучу эскус-фласков. И ничего с этим с ним сделать нельзя было, понимаете? То есть я лечиться не могу. Просто я использовал Учигатану. От Фучигатану. Клинок хаоса. И при всем при этом... Опа-на, о-о-о. Сейчас, секунду. Да как так-то, ёптвую за ногу? Как он пробивает сквозь стены? То есть, ну, ребят, ну вы видите, что происходит. То есть это какой-то этот самый босс реально глючный. Тут мне о каком честном, конечно, тоже... Ладно, попробую... Я сейчас попробую честно его убить. Я же примерно представляю, как это можно сделать. То есть я уже начинаю допирать, ребята. Что к чему? Просто сейчас нужно его поймать будет на том месте. И херачить его магией. По-другому, я не знаю. Вот если в открытом бою его пытаться убить, это, по-моему, вообще нереально. Так вот. И дело все в том, что... Там сейчас в ПВП все лечатся. Причем все приходят в Fire Keep. Ну, не все, но большинство людей, которые там находятся, они приходят в Iron Keep. Для чего? Для того, чтобы по ПВП шиться. И сами при всем при этом правила ПВП не соблюдают. Это меня немного выбешивает. И я в воскресенье буду устраивать этническую чистку. Я, оказывается, практикуюсь, подготовлюсь получше, да? И будем зажигать, ребята. Так что приходите. Ссылки на Twitch находятся в описании. Будет весело. Будет много бадхерта, я вам это гарантирую. Вы это любите, когда меня бадхерсят. Короче, будет весело. Да что такое? Черт. Что-то ничего не получается, ребята. 11 минут впустую. Но я сейчас, я, я сейчас это все, я все порешаю. Я смогу, я справлюсь, давай. Все у нас получится с вами. Все, теперь я собрался, ребят. Я сейчас конкретно сосредотачиваюсь на игре. Все, хватит болтать. А то я разговариваю, разговариваю, пытаюсь сформулировать свою мыслю. И по итогу у меня плохо получается убивать босса. Смотрим, лечимся. Блин, этот сраный Twitch Broadcast, он меня убивает. Ой, стрим, Steam Broadcast, меня это немножечко убивает. И сейчас меня смотрят. И вот видите, справа сверху появилась такая херня. Ну, короче, бред, блин, самый натуральный. Надо вообще это все отключить будет, потому что, блин, это мешает мне играть. У меня даже просит расседать, начало FPS количества. Ну и нахера ты смотришь? Блять! Как он достался? Стримбат, я отключу трансляцию, потому что это такой бред. Одну секунду, пожалуйста. А мы продолжаем. Все, я выключил эти все эти самые стримы со Steam'а. Ну, я не знаю, на самом деле, по-моему, как по-моему, это бред. Сделали они какое-то. Если бы они сделали бы стримы на Twitch, было бы другое дело. А так, вот этого, ерундистика какая-то. Ну, конечно, тоже, да, можно, в принципе, понять, то, что там ты играешь, и кто-то может посмотреть, как ты играешь. Это тоже, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, блин. Не знаю. Она просто под фолоту включена, понимаете? Можно прочую вырубать каждый раз. Вот, сука, что же мне с тобой делать, да? Ну, смотри, как далеко, ребята, он все-таки доснул. Ну, я не знаю, я не знаю. Сейчас, ну-ка, секунду. Давай, иди сюда, сука. Даже не долетает, ребята. О чем можно речь вести? Удары не долетают. Точнее, ну-ка, и удары, в смысле, имеется в виду, магия не долетает тупо, и все, да, босс. Вот как его убивать? Как они вообще-то планировали сделать? Вот, смотрите. Ну, блин, ну вообще пипец, ну как я должен его убивать? Как я должен его убить? До него не долетает магия. Ой, ну пипец вообще. Это, наверное, будет самый сложный босс в игре, ребята. Сложнее этого босса не будет. Я вам говорю. Потому что это просто какой-то блядский бред. Во-первых, он, ну, понятно, ваншотит я не буду приводить, но просто там непонятно, как он атакует. Он бьет своими атаками через локацию, то есть сквозь текстуры. Это просто чушатина. Наверное, все-таки да. Вот если вы меня спросите. Спрашивали, я тогда сказал, что Dragon... Ancient Dragon, самый бездарный босс в игре, на самом деле. Неутомимый воин, самый бездарный босс в игре. Он вроде внешне прикольный. Видимо, что на него, я не знаю. Задумка была изначально более глобальная, что ли. Но по итогам получилось то, что получилось. Вот, сука. Вот как он меня убил? Вот где его клешня? Меня его клешня задела? Конечно же, его клешнями я не задела. Но при всем при этом я погиб. Это очень странно все. Это просто безумно странно. Я такого вот... Знаете, я раньше никогда на это внимание не обращал. Никогда в жизни не обращал внимания. Потому что он убивался без проблем, но окей. Сейчас же просто какая-то еботека начинается. Короче, мне нужно что сделать? Мне нужно добежать до того вот этого вот угла. И с того угла его гасить. Потому что я не знаю, что у меня вообще имеется. Давайте посмотрим. Из колец. Да ни хрена у меня нет. Бесполезно. Я убью его все равно по-чесноку. Хоть он, сука, и нечестный, хоть он читер. Но я его убью все равно. Че это было? Заметьте, его удар был не по мне. Рука приземлялась рядом. Но при всем при этом меня задавило чем-то. Это что-то невероятное, блин. Что такое? Хорошо. Давайте мы немножечко поэкспериментируем. 16 силы нужно, блядь. Здесь 10 сил, а у меня всего 9. Блин. Я не знаю. Я даже воином тут его не убил бы, наверное. С таким-то раскладом. Чего уж тут скрывать. Ой, нафига я два. Давай, мразота. И как от этого уворачиваться? Никто не придумал? Еще раз. Внимание. Он прошелся по всей вот этой вот... По всему этому выступу своими клешнями. Как от этой атаки увернуться? Это невозможно. Если бы у меня, конечно, было бы здоровья побольше, то, возможно, я бы это пережил. Если бы у меня брала бы броня получше, понятное дело. Но суть в том, что, мне кажется, идеальный босс, это тот, от которого можно увернуться. То есть у него нет, скажем так, ну, опять же, ударов, да, от которых нельзя никак вообще не отойти, ни это самое, ничего не сделать. Всегда можно увернуться. Да, там от одних сложнее, от других проще. Но по итогам... Чи-чи-хрень какая-то, короче. Ну, в данном случае какая-то хуйня, действительно. Сейчас, короче, еще делаю три попытки. Если не получается, мы потом к ней еще попозже вернемся, когда я стану более крутым магом. Вот где его с этих клешня, сейчас он ее поднимет. Вы видите, да, на каком расстоянии он херачит. Попал. Теперь мы идем сюда. Нужно его выгнать сюда, ребята. Ну, че там, разота? Опа, да. Вот, сука, смотрите, ну как так-то? Ладно, здесь еще ладно. Ожидаемо было, что он хотя бы клешня сюда попала, а не прошла сплоть текстуры. Ну, как от этого выворачиваться? Как от этого вернуться? Хорошо, ну... Вроде 20 минут мучаемся, но пока что, как бы, толку маловато с этого всего, на самом-то деле, если говорить откровенно, но... Киздец, конечно. Я не знаю, ребята, это просто посидец. Хорошо, хорошо. У нас вся серия будет посвящена этому ублюдку, я его убью все равно. Ну, я ему даже так-то урон нанести не могу, о каком убийстве может идти речь? Еще раз. Нам, короче, нужно выгнать этого мразь. Вообще, желательно к тому месту, но вряд ли он уже туда придет. Еще что-нибудь придумаем. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Не успеваю, просто не успеваю кастовать. Вот, успеваю, нормально, сейчас что-нибудь придумаем таким способом. И он меня убил сквозь стену все равно. В чем же проблема? Как же это провернуть? Ну, уже что-то начало получаться, по крайней мере, через 22 минуты. Ну, поменьше, потому что через 3 минуты я разговаривал. Где-то 18 минут, короче. 19. За 19 минут что-то начало проясняться. Что ж, давайте еще раз, ребята, пока не получится. Еще две попытки, короче, делаю и все. Пока, пока хорош. Но я думаю, что у меня получится, должно получиться. Так, то я уже начинаю немножко в буре вот что делать. Лечимся. Нет, нифига не сработает. Я покойник. Я даже пон... Вот от этого не увернуться. Пока не мере здесь, вы понимаете? Здесь от этого не увернуться. То есть слишком... Ну, некуда деваться просто-напросто. Он по площади ебашит, тут уже ничего. Я просто застрял между этими его клешнями, поэтому не могу... Сейчас, последняя попытка. Может, получится с помощью... С этой попытки что-то сделать. Если нет, то я, ребят, вообще не мини-мальше, я представляю. По крайней мере, пока. Может, у вас там появится какое-нибудь заклинание, которое будет фаншотить? Тогда, да, у меня шансы вырастут в разы. И там какие-нибудь кольца появятся защиты, так что... Короче, посмотрим. Сейчас, давайте еще сделаем. Сначала... Пошли. Если нет, то пойдем в Сен-Фортрес, потому что, я не знаю, ребят, чрезвычайно. Покойник, да ну нахер! Смотрите, где его клешня. У него, короче, через всю локацию, что ли, я так понимаю, это огненная атака. Последняя попытка. Я не понимаю, как его убить. Это, по-моему, невозможно. Я вообще балдею. Я с такими трудностями никогда в жизни не сталкивался, именно в плане с этим боссом. Это какой-то бред. Это просто какой-то блядский бред. Сумасшедшего. Никак не увернуться. Куда деваться? Короче. Хорошо. Хорошо. Пошел он нахер. Мы сейчас еще замутим. Давайте его загличим. Потому что, блядь, ну вы видите, ребят. Был бы смысл его убивать честно, если бы он сам был честный. Ну серьезно, сколько я уже попыток сделал? Это просто невозможно. Это просто, блядь, невозможно. Давайте его кличить. Пошел он в жопу. По-моему, где-то здесь нужно встать. Ну, он должен застрять вот здесь вот где-то. Потому что, ну это бред уже. Силы, силы, ковбулы. Ага, что-то нифига не было. Подожди, где-то здесь он должен застрять, по идее. Он должен подойти поближе. Максимально близко. Просто если сейчас он оттуда будет спамить, то это пиздец. Ну да. Ничего не получится у нас. Он просто оттуда спамит и все. Сука! Я не могу так просто уйти. Серия, может, подлиннее будет? Ну, блин, я не знаю. Ее-то что-нибудь обрежено. Потому что это невозможно, блядь, уже. Я не знаю. фух пока ими мы дошли до точки получать смотрите через эту стену он бьет короче либо сюда нужно уворачиваться либо туда вот я здесь сука давай сюда бей так что мы посмотрим а хорошо давай бей сюда сука давай 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 сюда вот он я стою давай давай сука вот он я еще разок я вот здесь давай тварь старым способом его убивай очень старым буду действовал что зависло вот он я куда пошел и а то и вот а и и и и и и и быть аккуратен и облажаться под конец есть ну это просто что-то невероятное было ребят 32 минуты сука мудак ненавижу тебя хорошо валим стоять а чё ноль душ то а вот 20000 ну хорошо что так я уже перепугался вы чё чё шли обалдели давайте на разоюзом косточку чтобы ну вы поняли да суть что время за лентой 33 минуты ребят было потрачено на убийство этого босса это было что-то невероятное ладно пошли в сэнд фортерс и зайдём всё дойдём интеллект 35 учёность сколько нужно учёности чтобы получить ещё одну ячейку вот столько но мне значит это и нужно теперь мы вот сюда что у нас имеется еще стрела тяжелая стрела душ пускай будет ребят потому что мне нужно подвигали в сэнд фортерс это было нечто невероятно это был один из самых сложных боссов ну вы видели ребята все то есть босс именно косячный он бьет через всю локацию сквозь текстуры что я считаю в корне неверным я не знаю почему его не пофиксили за все это время нужно было уделять и уделить этому вниманию все таки внимание потому что вы видите вот как воином с первым разом в принципе не особо сложно убивается да но магом это какой-то сущий ад плюс ко всему что больше всего убивает то что магия рассеивается не долетая до босса это тоже все очень прискорбно и мне непонятно почему бы нормально не сделать кстати по-моему сейчас фаринг шрайн настюху убили уже если я не ошибаюсь сейчас мы это и проверим эту локацию мы ребят еще изучим мы еще пойдем тут в этот как его блин озеро к этому эш лейк давай пошли в банфайру сначала а потом пойдем наверх туда и это не люблю очень место тем более я не знаю сейчас будет это все дело купить наш типа как бы ну 60 фпс включена по идее ну вот это значит что я могу некоторых местах не допрыгивать до нужного мне место надо будет в сан-форте с кому-нибудь верно пытаться вторгнуться сегодня потому что обычный народ бывает и тут где-то еще по идее есть крутой сет брони может быть не суперкрутой но прикольную по камере легенький насколько я помню и защищает как бы неплохо это место я очень не люблю вообще терпеть ненавижу и сейчас топады сейчас скорее всего тоже упаду нормально 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 ищите так токсик мэн и есть насколько я помню который вы меня в меня вымораживает погоди да все нормально а что у нас здесь что-то я уже забыл по моему там да она там броня пошли заберем сука да вот это вот алая штука и после какого-то малого и так далее сейчас посмотрим опаре тебя давайте сейчас еще сделаем то что тут у нас как бы не будут нам нормально все почитать да суки пошли в пизду а ненавижу их туплю дина ну шо ж такое-то блин маг это самый убокий класс в игре вот именно чистом виде волшебство исцеления отлично что что у нас имеется волшебство исцелением заклинание юл вы одной из хранительницы нового лонг хранители нового лонды уменьшает кровотечение снижает скорость распространения яда снимает последствия отравления одно из уникальных заклинаний нового лонда возможно она оставила службу хранителя чтобы использовать свои навыки исцеления в чумном городе крутая штука да по части броньки давайте мы сейчас сразу и оденем посмотрим маска колдунов которые прибыли в новый лонда чтобы запечатать темных духов и четырех королей павших во тьму символизирует их решимость вечно охранять печать а также из купления грехов падше павших однако двое из трех колдунов оставили службу покинули новый лонда но она тяжелее мантия колдунов которые прибыли в новый лонда чтобы запечатать темных духов в четырех королей павших во тьму хранители были известными целителями и ярко-алый цвет символизировал их занятия ну это все одно и то же не тяжело не почему нормально а я же меч убрал точно а хочу посадку посадку что нужно нужно 10 силы посох изгоняющих колдунов господи посох изгоняющих колдунов которые прибыли в новой лонда чтобы запечатать темные тени и королей павших во тьму в отличие от других посохов металлический посох считается оружием так как наносит небольшой физический урон вот смотрите а мне нравится то есть по идее магия могу им использовать да но атаковать и не могу ну-ка ну этот лучше то есть у него от магии дамаг выше да в принципе на самом деле пофигу давайте сначала с ним побегом просто ради прикола я там еще кольцо возьму которая повысит урон от магии поэтому я думаю это будет не особо критично там еще тем более буду инту качать и так далее просто побегаем пока чисто как чтобы разнообразие было а то с одним посохом всюду пробегать это не очень интересно на мой взгляд ну по крайней мере для меня да че нужно проверить мою теорию берем сейчас он сюда подлетает да все нормально то есть плане магии все отлично вот именно атаковать им у меня не получится нормально там еще есть fire keepers all но я не буду его брать потому что мне он не нужен мне хватает как бы ну и то что и то что имеется то что здоровье ты особо качать не буду вообще вообще качать не буду чем можно лечить вот так что теперь самое главное это не упасть у меня обычно такая привычка бывая знаете я вот на выходе из нового лонда этом падаю в шахту лифта может быть я не один такой может быть нас много ключ к руинам нового лонда ключ от железной решетки разделяющие руины нового лонда и долину драконов руины нового лонда были изолированы из-за проклятых призраков угрожавших жизни и духу в легендах также говорится об ужасной тьме запечатанной там замкнут на эти читают эти вот описания это странное чувство как будто бы написано это все настолько дерьмово вот действительно что с вами это не передать но потом будет чтобы посмотреть можно как-то переключить английский язык в пк-версии потом может быть я сам свой собственный перевод сделаю потому что ну это просто пипец это очень читается отвратительно по крайней мере плюс изведет понятное дело ошибки тут как бы и меняют местами описание предметов что это просто отвратительно ну да узнать сколько сайте кольцо стоит у того мага теперь нам вот сюда и вот здесь вот у меня бывает такое что я тупо падаю самое блядское место во всей игре по моему пусть да потом хлоп и все и в шахту лифта провалился то есть всего одной силы не хватает в принципе нормально так справимся если очень дело в две руки его возьмем да и все я сам красненький у меня одеяния красненькие отлично немножко тяжеловато что-то ну сам этот посох по идее наверно вот да тусклый капюшон тусклая накидка тусклые перчатки окровавленная юбка и черное око давайте почитаем носит хранительницы в храме огня считается что когда-то это был белый женский капюшон но за годы он потемнел от дыма и золы костров то же самое то же самое так считается что когда-то это была белая женская юбка на ее настоящее происхождение скрыто под пятнами крови может быть ее бывший хозяин был избит при попытке бежать мне кажется на самом деле там в оригинале не так написано абсолютно другие вещи написано посмотрим черное око сфера найдена на теле хранительницы позволяет вторгнуться мир убийцы хранительница огня и победить виновного чтобы осводить ее душу черное око всегда смотрит в сторону города богов анарлонда ну хорошо и а Второй бель? Это невероятно, я должен сказать. Но теперь у нас есть новый вопрос. Это шум, шумы, и шумы. Это не смешно. Это не смешно, я тебе скажу. Дам, это стень. И я действительно начинаю любить это здесь. Может быть, это время, чтобы я сделаю что-то об этом. Может быть, это время, чтобы я сделаю что-то об этом. О, привет. Ну, ты действительно держишься. Я себя? Я все равно. Давайте начнем сразу. Я желаю сделать то, что я могу, чтобы находить Мастера Логана. Я уверен о моих последствиях, но я не могу просто сидеть вокруг здесь и улыбаться. О, не волнуйся. Я считаю нашим отношением. Я только уйду, после того, как я тебе научил все церкви, которые я знаю. Я буду считать себя счастливым, если я смогу найти Логана. Или даже вернуться сюда в одной части. Два вещи требуются. Первое. Тогда... О, хорошо. Пока-пока. Ты останешься? Давайте тогда заюзаем души боссов. А что нам остается? Нам больше ничего не остается. Я думаю, что из этих душ там можно сделать... Ну, мне, по-моему, не пригодится ничего из того, что можно сделать. Точнее... Ну, да. Все правильно сказал. Мне бывает такое, что иногда... Тут неправильно выражаю свою мысль. О, блин. Не получится. Не хватит, да? Ну... Ну... Ну, фигня там осталась. Да что за изделание? Открываться. Давайте присядем за костер сначала. Я куплюсь у него кольцо с ревущим драконом. Ну, обиды, конечно. А, конечно. Решил присесть. Решил присесть... Да-да-да. Пойдем тогда, наверное, увольнем парочку скелетов, можно еще с этим поговорить. Ну, я вижу, что ты изделан. Да, я изделан это тоже. Я уделил мою пиромантическую снегу. Так что я могу использовать грант с бизгейкой. О, да. По-моему, я могу показать шпионы с тобой. Я думаю, что у вас есть для этого. Все, что ты нуждаешься из материалов. Я рад тебя помочь. А, а, если ты найдешь мастер-мастер-мастер? О, реально? Ну, это ужасно. Но это твоя выбора. Я на фринге. Да, я знаю, что я живу или нет, это кто я. Я только хотела бы тебе зарплатить. Ну, это не так. О, привет. Я рад тебя видеть. О, и, а, если я пытаюсь, чтобы ты улучшил сердце, я буду рад, чтобы помогать вам, sharing my spells. Да, прекрасно. Я уверен, что, да, это будет какой-то использованием, какой-то ассистент. Вот, возьмите это. Флэм из Грэйтсу. Теперь ты полностью пиромансер. Ну, давайте начнем сейчас. Пиромансер тоже, чтобы купить Кольцо с Левущим Драконом. Пиромансер – это искусство для выставки огня. Сделать огонь, а затем выканавливать, как наши ансестрики сделали. Пиромансер должен быть в связи с природой. Моя дом, Грэйтсуан, это огромная дом природой. Ты понимаешь, что один день, это только время. Пиромансер. Пиромансер – это, ну, довольно… …примитивный aspect. Это плохо. И пиромансер – это, ну, довольно-надежно. Что-то хорошо, потому что я никогда не смогу, так что, для меня, не изменилось ничего. Пиромансер – это часть своего тела. Пиромансер – это часть своего тела. Пиромансер – это часть своего тела. Когда я дал тебе эту пламу, я дал тебе часть себя. Пожалуйста, обрадуйся. Пиромансер – это часть своего тела. Пожалуйста… Пошли наберем душу, купим кольцо. С этим разговаривать я не буду, потому что мне нужен другой змей. Я хочу сделать черную концовку. Ну… Пойдем искать следующих. Осталось еще чуть-чуть, и все будет огурцом. Ну, там можно большого еще убить. Ну все, фрезы опять начались, конечно, жуткие. Сука. Да уж, конечно, тяжко за магой играть. Красно-белый щит. Красно… 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 Красно-белый круглый деревянный щит, сделанный в Лордерне. Гигантские деревья Лордена – дальние родственники древних каменных деревьев передали… щиту свои силы. Теперь они отлично защищают от урона магией. Угу. Так, давай. Ну, нормально, с упора промазал. Тихо назад. Сейчас главное не сдохнуть, потому что это будет очень все печально. Мне придется бежать аж оттуда снизу. Да можно отменить заклинание, пожалуйста. Сколько дадут? Во, все, отлично пошли. Теперь у нас есть все для кольца. Хайшки, хайшки. И ты, конечно, держишь себя. Я в порядке. Хорошо. Маленький древний, который материться будет в порядке. Насколько это застанет? Давайте начнем. Возможно, это должно быть всё... В порядке. Да, что ты... На кольце выгравирован пресносущий дракон. Повышает силу в заклинание волшебства. На самом деле не пресносущий дракон, а бессмертный дракон. Это так, для справки. Хотя, кто еще... Ну не знает, наверное. Все, они все свалили уже в катакомбы Те ребята Мы сейчас, ребята, присядем за бонфайр, который находится В Рядом с Андрюхой Да, в принципе, пока едем Пока идем, я думаю, на этом, ребят, на сегодня хватит Спасибо, что смотрели, не забывайте ставить большие пальцы вверх Комментировать Даже подписываться на канал, подписываться на Google+, Twitter Там вся информация касательно канала Также подписывайтесь на Twitch Там проходят трансляции, на дополнительный канал Там запись трансляции, если вы пропустили Ну, в общем-то, что, ребят, на сегодня все Давайте Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok